Потерпевшие пять поражений подряд хоккеисты Мурмана выходят на лёд с заряженными исключительно на победу. Первый гол наши спортсмены забивают на девятой минуте. Меткий удар совершает Алексей Батулов после розыгрыша углового. Спустя 20 минут хозяева празднуют ещё одно взятие ворот. Болельщики ликуют. Берём! 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 Но уже через пару минут трибунам приходится понервничать. Очередная комбинация сыктывкарцев заканчивается голом в ворота Мурмана, а следом строитель забивает второй мяч. Тем не менее, мурманчане не сдаются и больше ошибок в первом тайме не допускают. Обороняются слаженно, а одна из контратак выводит северян снова вперёд. Соперники в Суперлиге все сильные. Такого понятия нет. Даже если мы берём выше таблицы места и последними, мы всегда играем и непредсказуемый результат. Последние игры очень невыразительно и нерезультативно мы играли. И очень надеюсь на победу в этой игре. Во втором тайме преимущество Мурмана становится более ощутимым. Три раза мурманчане делают броски в ворота строителя. Один раз сыктывкарцы отбивают гол, остальные пропускают. Однако через минуту сокращают отрыв и на табло уже 5-3. И наши действительно собираются. Меняется рисунок игры, мурманская команда начинает тотально доминировать на льду. Четыре раза подряд Мурман поражает ворота строителя. Потом даёт сопернику шанс забить и в концовке добивает ещё одним метким броском. Матч завершается со счётом 10-4. А наши хоккеисты прерывают неудачную серию и вновь включаются в борьбу. Лада Егорова, Николай Лукинов, ТВ21+.